Почему бы не взять бутылочку? Кстати, в кухне есть еще. С каменной вакуумной. Стой. Где она? Максимальный удовольствие. Мы серьезный контент по недвижимости записываем. Все, Диман, давай пилим. Всем привет, с вами Никита, старший брокер элитной недвижимости Москва-Сити. С нами подрезающая Родима, и сегодня мы посмотрим тщательный видовой апартамент в башне Нева. Итак, друзья, приветствую. Сегодня у нас обзор апартамента площадью 114 квадратных метров на 62-м этаже башни Нева Тауэр. А если вы не смотрели наш предыдущий выпуск, обязательно перейдите на наш канал и посмотрите. Итак, поехали. Субтитры создавал DimaTorzok Никита, расскажите нам про этот шикарный апартамент. Итак, мы начнем с прихожей. При входе нас встречает встроенная зона хранения, выполненная из графитовой текстуры. Находясь на кухне, нам сразу же в глаза бросается огромный слэп из Оникса с подсветкой позади него. Кофе-машина. И главная особенность этой кухни в том, что здесь абсолютно нет индукционной плиты. То есть формат проживания в данной квартире, в принципе, подразумевает то, что человек, кто здесь будет проживать, не будет этим пользоваться. Также здесь сделано полностью встроенный холодильник с морозильной камерой и закрытая зона хранения, которая не бросается в глаза. И здесь же сделана сушилка и постирочная зона. Где она была? Я не знаю, так она здесь была. Сори, ребят, походу постирочную мы здесь не нашли. Дальше нас встречает огромная витрина с алкоголем. Почему бы не взять бутылочку? Кстати, в кухне есть еще и винный шкаф. Опять же, напомню, что мы находимся на 62-м этаже. И с нашего окна открываются потрясающие виды, конкретно на Москве-сити. Также эта сторона является солнечной. То есть отсюда мы с вами сможем видеть как рассвет над Москве-сити, так закат над Парком Победы. А вечером мы видим здесь замечательные огни Москвы и потрясающий вид. А главной фишкой этой комнаты является минималистичный дизайнерский диван, который стоит в центре комнаты. И, кстати, весьма удобен, несмотря на его форму. Единственное, подушечки все же не хватает. Вообще, зона является комфортабельным домашним кинотеатром с встроенной системой звука, сабвуферами. Поэтому смотреть кино здесь будет особенно интересно. Кстати, кухонный остролок сделан из стельного камня, опять же, с ониксом по периметру. Кухонного стола здесь нет, но здесь предусмотрена все же комфортная барная стойка, на которой можно посидеть, выпить утром кофейка, либо же просто поработать. Встроенная дверь в потолок. И мы в гостевом санузле. Гостевой санузел, душевая, сам санузел с биде. Закрываем дверь и санузла нет у нас. Итак, у нас здесь следующая зона. Основной мастер спальни и кабинета. Собственник предусмотрел здесь зону кабинета непосредственно с гардеробной. Вообще, удачным решением было сделать изолированную гардеробную с рабочим местом, ведь не так часто оно находится. Я думаю, что работать именно с таким видом максимальное удовольствие. И самая большая фишка этого апартамента, это опять-таки большая каменная ванна, которая совмещена общим пространством со спальней. А главное, в случае необходимости, мы можем изолировать специальной перегородкой. И изолированная туалетная комната с каменной раковиной и подсветкой по контуру. Также в санузле у нас большая каменная раковина с огромным зеркалом и высокой душевой. Мы все-таки нашли постирочную. Идем к ней. В стройной стене мы нашли постирочную, гибридная стиральная машина, совмещенная с сушилкой. Вот и еще один мини-обзор подошел к концу. Если понравился апартамент или остались вопросы, пишите, звоните. Все контакты у нас в описании. Все мы являемся частью того, где находимся. И самое главное, кто нас окружает. Поэтому наша главная задача найти для вас комфортную среду, а не просто апартаменты. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok